МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внутри страны и за ее пределами. Что обсуждали участники Совета главсубъектов при Министерстве иностранных дел России. ТОП-100 в клубе лучших агропромышленных хозяйств в республике пополнение. Один человек погиб, 9 ранены. Недалеко от Цивильска в аварию попали сразу 6 автомобилей. Межрегиональное сотрудничество и развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ обсудили сегодня участники Совета главсубъектов при МИДе России. В работе Совета участвует глава Чуваши. В МИДе побывала и наша съемочная группа. Заседание Совета главсубъектов Российской Федерации проходило в Доме приемов Министерства иностранных дел. В этот раз его члены обсуждали перспективы развития интеграционных процессов на пространстве СНГ. Уже сейчас, отмечают участники Совета, пришло сознание того, что только объединение промышленного, научного и интеллектуального потенциала стран постсоветского пространства умножит возможности этих государств в условиях жесткой конкуренции. Яркий пример последних лет – образование Содружества России, Белоруссии и Казахстана. Это привело к созданию таможенного Евразийского экономического союза. Но к тройке лидеров сейчас желают присоединиться и другие страны, к примеру, Киргизия и Армения. Причем в этом взаимодействии, отметил федеральный министр, особую роль играют регионы. В интеграции прослеживаются и болевые точки. После вступления страны, ВТО возрос импорт техники и транспорта. Причем увеличились поставки оборудования бывшего употребления. Это тормозет развития отрасли машиностроения. Чуваша, которая сейчас активно расширяет свои связи с Белоруссией, выступила с инициативой ужесточить меры по прохождению обязательной сертификации. Это должно сократить поставки техники с приставкой БУ. На заседании глава республики предложил поддержать инициативу об ограничении ввоза такого оборудования на территорию таможенного союза. Вообще развитие интеграционных процессов невозможно без законодательных преобразований. Самое главное, чтобы техника, бывшая в употреблении, не испортила весь этот рынок, потому что возникают вопросы безопасности и ряд других вопросов, когда наши производители, конкурентные производства тех же видов товаров, прицепы, полуприцепы, и валят через страны из НГЭ к нам на российский рынок. Это, конечно, не должно быть. Не обошли стороной на совете программу по упрощению процедуры получения российского гражданства. Она принята почти в 50 регионах, в том числе и в Чувашии. Иностранцам, которые принимают в ней участие, помогают в трудоустройстве, временном расселении, а также оформлении документов. В свете последних событий на юго-востоке Украины возрос поток беженцев, которые приезжают в российские регионы. И в Чувашию же появились желающие получить гражданство по упрощенной схеме. Возникают вопросы придания статуса. Они являются беженцами или переселенцами. Одно дело, там временно они могут проживать. Возникают вопросы юридической прописки для того, что жильем обеспечивать. Поэтому руководители регионов подняли эти вопросы. Сергей Викторович воспринял наши предложения. В рекомендации будет вписано. И мне остается добавить, что Сергей Лавров поблагодарил глав российских регионов, которые входили в состав Совета этого года. В следующих заседаниях примут участие другие руководители субъектов. Медрик Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Из Москвы. Клуб лучших хозяйств республики Агро-100 обновил свой состав. Ежегодно право считаться членом этого престижного клуба присваивается по результатам скрупулезного мониторинга Минсельхоза республики. Церемония награждения прошла в рамках Чебоксарского экономического форума региона России и устойчивое развитие. Одним из залогов устойчивого развития региона является стабильный агропром. Для Чуваши с сельскохозяйственной направленностью это особенно актуально и особенно трудно. Все-таки мы относимся к зоне рискованного земледелия. Тем более почетно членство в клубе Агро-100. У нас самый большой северный комплекс Чувашской республики и земельные площади мы расширяем. Если года три назад у нас было 200 гектаров земли, сегодня она занимает около 5000 гектаров. За 9 лет существования клуба требования к номинантам ужесточились и получить диплом не так-то просто. Чтобы войти в топ-100 нашего агропрома, надо внедрить новые технологии, не бояться рисковать, но делать это с умом. Хозяйство переходит потихонечку на новые технологии, то есть на утил, где, скажем, прямой посев. Вот с прошлого года начали сеять яровые, зерновые, также горох посеяли, посеяли озимые прошлого года, но в этом году они себя показывают, как бы, скажем, в таких засушенных условиях прекрасно. То есть растут так же, все им, кажется, хватает, питание, влага, пока показывает хорошо, скажем, ждем хороший урожай. Если взять количество лучших хозяйств как единицу измерения, то среди муниципалитетов лидируют Комсомольские, Яльчикские и Ядринские районы. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. На сегодняшний день свалка – это одна из самых опасных экологических проблем. В пустотах на полигоне скапливается метан, что может приводить к самовоспламенению. Как лучше утилизировать мусор, уменьшить его количество и что за машину презентовали на пехтулинской свалке, узнавала наша съемочная группа. На пехтулинской свалке радостное событие. 17 июня на городском полигоне стал работать новый и пока единственный в Чувашии каток-уплотнитель компании «Бомаг». Этот лидер мирового рынка позволит эффективно уплотнять свалку, предотвратить ее рост, снизить пожароопасность и улучшить экологическую обстановку. Ваша республика ориентируется на передовые, те же самые московскую, питерскую, нижегородские области, где уже давно была принята программа по утилизации отходов. И все подошло как бы к решающей стадии. На сегодняшний день, насколько я знаю, помимо мусор-уплотнителя речь ведется еще о приобретении шредера, который также необходим для полигона. Я думаю, в ближайший год ваш полигон будет на самом современном уровне оснащен техникой. География использования мусор-уплотнителя довольно обширна. Мурманск, Архангельск, Владивосток, а также Москва и Питер уже довольно давно эксплуатируют эту машину. Нас пригласили наши коллеги с вашего замечательного города Чебоксары для того, чтобы продемонстрировать эту технику. Мы тоже давно выбираем подобную технику. Но, наверное, после сегодняшнего визита к вам мы примем окончательное решение и приобретем подобный аппарат. 15,5 миллионов рублей стоило нашей республике это металлическое удовольствие. Компактор с легкостью устраняет пережитки советских времен. И даже горы под 45 градусов для него не помеха. А по словам экспертов, уже через два месяца о запахе на полигоне можно будет только вспоминать. Действительно, эта техника нужна. Нужна городу. Нужна республике. После того, как мы запустим новый полигон в Ново-Чебоксарске, мы должны будем эту свалку закрыть, привезти рекультивацию. И понятно, что вся площадь должна быть укатана. Приобретение нужное, правильное. Считаю, все сделано верно. Я сам лично порулил. Там кондиционер. Никакого запаха. В общем, техника отличная. Это, конечно, республике очень нужна. Каток – определенная эффектная, но не единственная выделяющаяся машина на полигоне. Конкуренцию ему составляет подарок горожанам ко дню республики. Вот этот статный белый тигр. Белый тигр появился именно из пожеланий детей, наших работников и так далее. То есть, хотелось каких-то положительных эмоций. Вот он появился. Что решат горожане, мы узнаем уже скоро. А пока остается любоваться лишь белым тигром. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика. Крупное ДТП произошло возле населенного пункта Красная Горка на трассе М7 неподалеку от Цивильска. К сожалению, есть погибшие и раненые. Как нам сообщили в пресс-службе ГИБДД Чуваши, авария произошла около 14 часов. И предварительно ее виновником стал водитель автомобиля Ауди. Он ехал со стороны Цивильска в направлении Чебоксар и вышел на обгон в месте, где это категорически запрещено. Двойной сплошной линией разметки. При совершении этого маневра он задел касательно две попутные машины и вылетел на встречную полосу движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем Пежо. В результате водитель Пежо погиб на месте. Девять человек получили ранения. Всего невольными участниками ДТП стали шесть автомобилей. Народный контроль в Чебоксарах продолжает проверять аптеки, в которых торгуют спиртосодержащими жидкостями. Напомним, 17 аптечных сетей из 32 на добровольных началах подписали меморандум о запрете продажи так называемых фанфуриков. Цель очередного рейда – посетить те аптеки, что еще не подписали документ. О вреде фанфуриков говорят уже все и повсеместно. И даже в аптеках, не присоединившихся к меморандуму спиртосодержащие жидкости, перестают продавать. В среднем выручка аптеки за день составляет 3-4 тысячи рублей. Но спокойствие и чистота стоят дороже, решило руководство этого учреждения. Фанфуриков в продаже нет, но следы их остались. Управляющей компанией, учреждением, расположенным поблизости, придется не только прибраться, но и заплатить административный штраф. Выйдя в солидную комиссию, многие жители рассказывали, где продают фанфурики. Информация подтвердилась. Заметив штрих-коды рядом с кассой, Ирина Клементьева предположила, что выручку на септолине здесь делают неплохую. Но едва заведев комиссию, продавец убрала чеки. А вот, она держит готовый и сразу пробивает. А септолин. Вот он, она держит. То есть никуда не надо ходить, она уже лежит на кассе. Явно часто используется. Руководство аптек, в которых по-прежнему продают эти жидкости, пригласят на заседание круглого стола в администрацию города для решения вопроса о приостановке продажи фанфуриков. Ведь прибыль от продажи небольшая, а вред здоровью людей, употребляющим такие средства, наносится огромной. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Это здание стоит в Чебоксарах уже более 100 лет. Речь о строении по улице композиторов Воробьевых, 10. Чтобы памятник архитектуры простоял еще, нужен ремонт, причем срочный. Кто, как и на какие средства будет спасать историческое наследие. Сегодня обсуждали в Минкультуре Чувашии. Еще в начале прошлого века особняк построил старший сын купца Прокопия Ефремова Николай. В 20-х годах там располагался революционный комитет, позднее детский дом. Многие чебоксарцы помнят в нем дворец бракосочетаний. Но сейчас там базируется Чувашский национальный конгресс. Здание относится к объектам культурного наследия федерального значения. А на сохранение таковых из федеральной казны выделяются средства. В этом году на подобные объекты, а их в республике более 700, Чувашия получила 88 миллионов рублей. Министерство культуры на первоочередные противоаварийные работы в особняке национального конгресса выделило более 2 миллионов. Весной здание стояло в строительных лесах, фасад отремонтировали. А вот с интерьером не все так просто. Эти работы общественная организация Чувашский национальный конгресс должна провести за свой счет. Среди множества экспозиций, выставки регионы сотрудничества без границ несложно затеряться. Но мимо презентации Таванрадио пройти было трудно. Лучшие песни, звучащие на волне 103FM, можно было услышать в живом исполнении. Певица Эрнес, победитель музыкального конкурса национального телевидения «Ротация» Константин Рязанов, группа «Вочи» делились с посетителями выставки своей нескончаемой энергией. А ведущая программы «Деловой обед» на Таванрадио Анастасия Алексеева и актер театра юного зрителя Дмитрий Петров разыграли памятные призы. Чтобы получить подарок, нужно было всего лишь правильно ответить на вопросы о нашей республике и Таванрадио. За время проведения Чебоксарского экономического форума в республике произошел ряд важных событий. Так, председатель Кабинета министров Иван Моторин, генеральный директор компании «Август» Александр Русков и глава администрации Вурнарского района Леонид Николаев подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. А в Чебоксарах открыли Центр развития бизнеса. Чувашское отделение Сбербанка России презентовало новый подход к решению приоритетной задачи государственной политики по поддержке малого и среднего предпринимательства. Сюжеты об этом смотрите далее, но после них репортажи об участниках выставки «Регионы. Сотрудничество без границ». А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Во время проведения Чебоксарского экономического форума председатель Кабинета министров Иван Моторин, генеральный директор компании «Август» Александр Русков и глава администрации Вурнарского района Леонид Николаев подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Основные его цели – формирование благоприятных условий жизнедеятельности в поселке Вурнары, развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение обеспеченности населения жильем и качественными коммунальными услугами, а также развитие потенциала транспортной инфраструктуры. Так что позитивных изменений в поселке предстоит много. Суть этого соглашения проста. В этом соглашении описано, что правительство Чувашской республики, региональная власть Вурнарского района и компания «Август» заинтересованы в развитии поселка Вурнары. На самом деле реальные работы достаточно много. Они уже идут. По части работ идет работа над проектами. Мы просто заинтересованы, чтобы люди, которые работают у нас на заводе, жили в достойных условиях. Для августа важно, чтобы люди, работающие на филиале компании, жили в достойных условиях в своем поселке и не хотели никуда уезжать. Мы строим новый фитнес-центр. К следующему маю мы должны будем построить новый бассейн. Но самые главные работы предстоят, безусловно, по инфраструктуре поселка. Это очистные сооружения, это системы канализации и так далее, и тому подобное. Ну и, безусловно, дороги. Над этим работают московские архитекторы, которые разрабатывают городостроительный проект поселка с учетом функционального зонирования территории, жилой, производственной, реакреционной. И тогда жизнь в Вурнарах станет более удобной. Кардинально изменится внешний вид поселка. Праздничный оркестр в центре города не случайен. Именно в таком настроении и нужно открывать площадку, которая вдохновит немало людей на создание своего дела. В центре развития бизнеса реализован принципиально новый формат обслуживания юридических лиц. Я благодарен вообще Сбербанку, который вкладывает инвестиции, прежде всего реконструкцию наших отделений, для того, чтобы клиенту Сбербанка создать все условия, чтобы он чувствовал полный комфорт и семейный уют. Ну что же, пусть свершится волшебство! Ваши аплодисменты, дамы и господа! В одном здании сконцентрировались все виды услуг, необходимых для открытия и ведения своего дела. Стоит клиенту зайти, он здесь же сможет зарегистрировать новое предприятие, открыть счет, получить возможность взять кредит, проконсультироваться. Более того, в центре реализована уникальная концепция дружественных отношений с клиентами. Организованы кофе-зона, комнаты переговоров и конференц-зал на 93 места. Тут еще недельно будут проходить несколько конференций по обучающей конференции, по взаимодействию между партнерами. Мы будем привозить сюда интересных спикеров со всей страны. Поэтому мы не говорим о том, что это банк. Мы говорим о том, что это среда возможностей для предпринимательства. Сегодня Чувашское отделение Сбербанка России уже обслуживает более 6 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. А крупнейший комплекс развития бизнеса в системе Волговятского банка позволит улучшить предпринимательский климат в республике. На 21-й межрегиональной выставке регионы сотрудничества без границ произошло значимое событие для Чувашского отделения Сбербанка России и строительной компании ТУЗ. Они подписали между собой соглашение о намерениях, которое предполагает расширение и укрепление сотрудничества в интересах экономического и социального развития города Чебоксары и всей Чувашской республики. Сегодня мы подписали соглашение о намерениях с нашим крупным и давним партнером компанией ТУЗ. Соглашение распространяется на сферу жилищного строительства и ипотечного кредитования. Мы рады тому, что группа компаний ТУЗ не останавливается на достигнутом. У нас уже было более 8 проектов с ними реализовано. Поэтому новые проекты, я считаю, они будут построены, как и прежде, в очень хорошем качестве и в нужные сроки. Мы аккредитовываем все их объекты и тем самым гарантируем населению в том, что этот застройщик точно не подведет. Мы партнеры и не собираемся менять партнеров. А у нас планы большие. Вот строительство микрорайона Университетский 2, там нам предстают порядка еще 250 тысяч квадратных метров жилья. И много соскульбыта, школа большая, детские садики, спортивный комплекс, ледовый дворец, плавательный бассейн. Чтобы начинать строить всегда без поддержки у нас ничего не получается. Поэтому Сбербанк для нас главный партнер в осуществлении всех наших, не только Министерства, но и всех наших проектов. Посетить стенд одного из самых востребованных банков России Сбербанка вы можете до 22 июня с 10 утра до 19 вечера в рамках выставки «Регионы сотрудничества без границ». Три крупных соглашения были подписаны чувашским филиалом Россельхозбанка в рамках выставки «Регионы сотрудничества без границ». В рамках соглашения с агрохолдингом «Юрма» Россельхозбанк планирует рассмотреть возможность финансирования нового проекта в объеме до 4 миллиардов рублей. Проекту быть? Да. Второе крупное соглашение подписано во время выставки договора о сотрудничестве Россельхозбанка с Пенсионным фондом Чувашской республики. Их сотрудничество продолжается уже 6 лет. Сегодняшнее соглашение – продолжение общей работы. Мы понимаем, куда идет народ, где услуги доступнее, качественнее. Очень важно, и какой процент по остаткам пенсионных средств платят банки. И пенсионеры это внимательно изучают. У них есть на это время. И поэтому я могу сказать, что сегодня наш банк, являясь государственным, очень привлекательная процентная ставка по остаткам, которые хранят пенсионеры. Поэтому они не просто перечисляют пенсию, они тут же и сняли. Многие перечисляют их тут же во вклады в нашем банке. У нас отдельно есть пенсионный вклад. И они, кстати, пенсионеры пользуются комплексом услуг. Они только перечисляют пенсию, они активно пользуются кредитами пенсионными. Легче теперь будет взять в Россельхозбанке ипотечный кредит. Региональным филиалом банка была произведена аккредитация большинства крупных строительных объектов в Чебоксарах и Новочебоксарске. На выставке было подписано соглашение со строительной компанией «Инкост». Рады, что Россельхозбанк решил в сторону строителей повернуться. Но будем сотрудничать. Да, уже, в принципе, сотрудничаем. Долго и плодотворно. Да, это для нас новый бизнес, ипотека. Всего несколько лет мы на этом рынке. В новый город пойдут больше покупателей. Росросельхозбанком. Главное преимущество Российского государственного сельскохозяйственного банка то, что он по-прежнему является 100% государственным банком. Поэтому мы выполняем ту свою социальную миссию, которую нам и определило государство. Марка Пахатери известна во всем мире. Ей уже более 90 лет. Сегодня эта компания – ведущий центр по вышивке. Фирма художественного промышленности Пахатери является единственным предприятием в Чувашии, которое занимается на промышленном уровне производством изделий с чувашской вышивкой. Фабрика производит национальные чувашские костюмы, русские костюмы, повседневную одежду с чувашской вышивкой, сувенирная продукция. На этой выставке фирма художественных промыслов Пахатери представляет свадебные национальные костюмы. В последнее время они пользуются все большим спросом. Мы будем рады жителям и гостям нашей республики в нашем магазине «Чувашская вышивка Пахатери», который находится по адресу Ярославская, 34-8. Ждем всех вас! Большим спросом пользуется и спецодежда торговой марки «Вилан». Сегодня на выставке компания представила новую коллекцию. Мы понимаем и знаем, насколько важна качественная спецодежда для здоровья человека. И этому уделяем самое большое внимание. Мы в своих моделях используем только высококачественные ткани отечественного и зарубежного производства. На международном конкурсе лучшей товары и услуги «Геммак» компания Пахатери за представленную медицинскую одежду под брендом «Вилан» получила высшую награду – золотую статуэтку за высокое качество производимой продукции. Фабрика спецодежды «Вилан», адреса магазинов, город Чебоксары, Вурнарское шоссе, дом 10, остановка МТВ-центр, город Новочебоксарск, улица Советская, дом 7, магазин чувашской вышивки Пахатери, улица Ярославская, 34, дробь 8, адрес производства – Чебоксарский район, поселок Угеси, улица Шоссейная, 25. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА